И сегодня у нас в гостях президент Евразийской Академии Телевидения и Радио, продюсер, председатель жюри конкурса фестиваля Планета Медиа Валерий Рузин. Валерий Давыдович, здравствуйте. Добрый день, приветствую вас. Валерий Давыдович, вы совместно с господином Суном представили на форуме российско-китайский документальный проект «У стен Москвы». Какова роль документального кино в современном мире на ваш взгляд? Я думаю, что сегодня просто наша жизнь показывает, что именно документальное кино способно влиять на общественное сознание, на общественное сознание, на ситуацию даже в мире, на отношения между странами в большей степени, значительно в большей степени, нежели игровое кино, художественное так называемое кино. И документальное кино, раскрывая где-то правду, оно утверждает отношения между странами. Но весть, если документальное кино занимается как это... К сожалению, сегодня мы знаем эти примеры, фейковые новости, специально формируется ложь, то это очень серьезно может влиять на многие аспекты наших отношений, нашей жизни, как это было в спорте и так далее. То есть вот, как оказалось, что сегодняшняя наша жизнь, вот именно возможность широкого распространения, да, интернет, сегодня можно увидеть документальный фильм, вот он создан, его тут же могут увидеть миллионы, ну, просто вот это проникновение в современную информационную среду, заполнение этой средой, значит, наших... у нас его мышления, нашей жизни, оно выдвинуло документальное кино на первый план, на первую позицию. И это уже мы видим и по документальным фестивалям, которые занимают все более, так сказать, большее внимание. И, ну, не только, по целому ряду картин и так далее. А как Вы считаете, вообще, может ли документальный фильм какой-нибудь привести к таким результатам, вплоть, как, ну, допустим, у Трагетска делали, прям глобальным каким-то переменам? Да не может, а вот как раз и приводит вот это. Ну, вот документальное расследование, да, оно может быть, ну, очень, вот, ложное, но у меня вот на слуху и вот то, что вызывает возмущение, это, конечно, примеры ложных документальных концепций, да, когда немецкий режиссер, немецкий режиссер создал вот псевдодокументальный фильм, значит, посвященный проблеме допинга. И на основании мнений, мнений обвинил Россию, значит, в целом ряде каких-то так проступках и так далее, в целом ряде нарушений, абсолютно недоказанных и, скорее всего, не имевших места. Но это вот мнение, значит, ведь мнение, сегодня мы, вот я могу прямо сказать, что на фестивале в Москве, «Ардогфест», был документальный фильм украинского автора, который рассказывал, рассказывает о АТО, об операции украинских войск в Донбассе. И это фильм, когда он рассказывает об упоении, как бы вот человек пришел убивать на землю, которая хочет жить в мире. И, собственно говоря, вот рассказывать, раскрывать его и показывать как бы убедительные мотивы его поведения, ну, на мой взгляд, это просто даже не ложь, это хуже. Это хуже, потому что, когда мы оправдывает автор, документалист, значит, творческий человек, он оправдывает убийство, ну, это он как бы себя ставит на один уровень с теми, кто, увы, значит, эти убийства творит. Том, а как вообще объективно можно оценивать документальные фильмы? Ну, в том плане, что каждая сторона оценит по-своему. Есть, так скажем, враги, есть и товарищи. Товарищи, вот как вы с этой стороны? Сегодня есть критерий точный для того, чтобы оценить правду ложь. То есть, и вот это целое направление документалистики, которое этого критерия придерживается. То есть, это свидетельство. Вот свидетели, наш фильм, он у стен Москвы, он построен на подлинных свидетельствах участников, свидетелей тогда живших людей. Колоссальная работа, неимоверно трудная, кстати сказать, сценариста, значит, режиссера, который его направлял по поиску этих свидетельств. Это подлинные письма, подлинные дневники, воспоминания. То есть, вот когда, никто не может сказать никогда, что это какая-то ложная концепция. Вот то, что сегодня это направление, основанное на свидетельствах участников событий, на документах подлинных, оно дает вот это направление убеждения в правде, высказывания творческого. А вот когда нам предъявляют, как вот в этом фильме о допинге, нам предъявляют мнения, не основанные ни на документах, ни на свидетельствах, а на слухах и так далее, ну тогда это позволяет усомниться в порядочности просто автора. И, конечно, в истинности его намерений. Ну, истинность намерений понятна. Вот, и просто, к сожалению, благородство этих намерений отсутствует. Если все-таки вернуться к вашему фильму, как вы считаете, вообще какие перспективы развития совместных российско-китайских проектов в области телевидения и документалистики? Вы знаете, сегодня я бы это охарактеризовал как замечательные перспективы. Мы работаем с китайскими коллегами уже более 12 лет. Академия провела много встреч профессионалов России и Китая в телевидении, в кинематографе. Это то, без чего не бывает сотрудничества. Мы должны с вами встретиться, познакомиться, понять творческие устремления, возможности, потенциал друг друга. Вот этот процесс, он шел одновременно и параллельно с политическим, таким, все более усиливающимся союзом наших стран. И, конечно, когда сегодня лидеры наших стран подняли политическое сотрудничество России и Китая, в общем, на высоту просто небывалую, сегодня созрели условия для того, чтобы все наши задумки, намерения, они могли воплотиться. Но вот господин Сум рассказал на встрече в некоторых наших проектах, но я думаю, он скажет более подробно. Но если все-таки приоткрыть такую завесу тайны, какие-то уже планируются сейчас и на фильмы, и будущие картины? Ну, есть два проекта, которые мы просто непосредственно работаем. Один проект – это наша идея. Это документальный цикл, посвященный шестому съезду Коммунистической партии Китая. Этот съезд прошел летом 1928 года под Москвой. И в этом году исполняется летом 90 лет этому съезду. А там уже через буквально несколько лет, по-моему, в 19-м году уже будет 100 лет Коммунистической партии Китая исполниться. И, конечно, мы, так как это часть нашей общей истории, и в проведении самого съезда, в его организации участвовали, естественно, советские партийные, государственные деятели. Если и Китай, и Советский Союз в то время были, как оказывается, достаточно тесно связаны, то, конечно, это интересная, ну, практически неосвещенная, забытая страница нашей совместной истории. И об этом хочется рассказать. И второй проект, который, это идея как раз наших китайских коллег, рассказать о музыкальном хорбине. Хорбин ведь был когда-то вообще основан русскими. Там была деревня, как город, он был построен, там был центр строительства китайской восточной железной дороги, которая проходит, значит, через территорию Китая до Владивостока. И в годы Гражданской войны в Хорбине сосредоточилось очень много, большой слой деятелей русской культуры, музыкантов. Некоторые из них, как Сушлин, просто создали школу свою и оказали большое влияние на, значит, культуру Хорбина, провинции Хилунзиан, Китая в целом. В Хорбине жили, выступали Вертинский, Шаляйпин, оркестр Лундстрема и другие музыканты. Поэтому вот целый такой цикл тоже музыкальных хорбин, который объединяет наши культуры, это идея как раз наших китайских коллег. Вот такой вопрос, Валерий Давыдович. Вы как председатель конкурса, жюри конкурса «Планета Медиа», можете вообще поделиться своими впечатлениями о работах, ребят, как вы их оцениваете? Ну, это самый для меня сложный вопрос, потому что мы продолжаем, значит, этот отсмотр работы. Я бы лучше после поделился завершения и так далее. Но в целом могу только сказать одно, что само проведение этого конкурса замечательно. И вот я не первый раз уже в этом конкурсе. И то, что делается в Южноуральском университете, то, что проводится такой конкурс, это по многим параметрам очень хорошо и замечательно. Здесь созданы условия для студентов, для того, чтобы они могли свои работы, свои замыслы воплощать. И вот эти воплощенные студенческие замыслы, они интересны, они интересны и с каждым годом становятся все более разнообразнее. Они становятся где-то все более глубокими. Ну, вот даже сейчас встреча. Вы посмотрите, какие суждения и вопросы. Это выработка своего какого-то отношения, своего мышления, своего понимания. Это то, что демонстрирует нам студенческие работы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был президент Евразийской академии телевидения и радио, академик Международной академии менеджмента, продюсер, председатель жюри конкурса фестиваля «Планета Медиа» Валерий Рузин.